17-й Всероссийский фестиваль исторических фильмов Киновеча открылся в Тверском академическом театре драмы. Участие в церемонии открытия приняли губернатор Игорь Руденя, президент фестиваля, режиссер, сценарист, народная артистка Российской Федерации Светлана Дружинина. Ведущими церемонии открытия стали заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Гусева и народный артист Российской Федерации Дмитрий Харатьян. На торжественной церемонии побывала и Наталья Чекет. Перед началом торжественной церемонии открытия гости фестиваля звезды отечественного кинематографа вышли на красную дорожку перед входом в театр драмы. Президент фестиваля, народная артистка России Светлана Дружинина выразила благодарность всем, кто пришел на открытие. Мы не должны забывать наши традиции и никогда не рвется связь с людьми, она жива. И наша задача в нашем фестивале ее не только поддерживать, но и укреплять. Всероссийский фестиваль исторических фильмов «Киновеча» впервые проходит в Тверской области. В течение пяти дней с 21 по 25 сентября показы и мероприятия фестиваля состоятся на семи площадках. В Твери, а также в Торжке, Калязине, Кимрах, Бежицке, Торопце, Завидове, Ржеве и Тургиново. Жюри в этом году заранее не смотрело конкурсные картины. Мы хотели посмотреть, как будет публика реагировать на каждый фильм. И 8 игровых фильмов по тому, как работали раньше, я считаю, что это будут, наверное, лучшие фильмы, которые сняты в последнее время. На открытие фестиваля приехал Александр Домогаров. Он, к слову, как и Дмитрий Харатьян, снялся у Светланы Дружининой в ее новом фильме «Гардемарины. 17.87. Мир». Его показом закроется фестиваль. Фестиваль приносит зрителю картины, которые отбирает комиссия. И уже дело зрителя – воспользоваться этим даром или не воспользоваться. Посмотрим, посмотрим, что… Теперь слово за зрителем. Организаторы свое дело сделали, я думаю, что очень хорошо. Актер театра и кино Михаил Мамаев рассказал, что у него многое связано с Тверской землей. Здесь он учился на офицерских курсах, снимался в кино и выступал со спектаклями. Приятно здесь снова оказаться. Давно здесь не был. Узнаю, что Тверской зритель очень гостеприимный, очень отзывчивый, очень теплосердый, если позволите так сказать. И вполне заслужил иметь у себя на земле такой фестиваль. В рамках фестиваля жители Верхней Волжи смогут увидеть авторскую программу исторических документальных фильмов расследований Александра Звягинцева. Без срока давности. Программу, приуроченную году педагога и наставника с участием народного артиста РФ кинооператора Анатолия Мукасея. Историческое кино, оно является определенным барометром общества. И вообще кино показывает культурный код поведенческий человека. И вот правильно выработанные ориентиры для программы кино, они являются определенным ориентиром. На открытии фестиваля присутствовал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Он отметил, что фестиваль киновечий проходит в разных уголках Тверской области. Несмотря на то, что самые дальние точки Калязина-Торопец, который разделяет 480 километров, фестиваль объединяет, вдохновляет на новые победы и созидательный труд во имя России. Уверен, что фестиваль подарит жителям и гостям нашего региона незабываемые впечатления от встречи с любимыми артистами, режиссерами, телеведущими и, конечно, с настоящим киноискусством. Фестиваль объединяет нас, вдохновляет на новые победы, на созидательный труд во имя нашей любимой России. Фильмом открытия фестиваля стало немое кино «Пиковая дама» 1910 года. Показ картины сопровождал народный артист России, пианист Юрий Розум.